Мы в GOX постоянно пробуем что-то новое и как ютуберы, и как магазин. Ну, вдруг самый интересный свет выпускает сегодня не Апучер или хотя бы Годекс, а какой-нибудь Колбор. Ну, я понимаю, но вдруг, надо же попробовать. Если продукт оказывается отличный, мы добавляем его в ассортимент магазина и выпускаем обзор на канале. Если средний, то чаще просто ограничиваемся обзором. А если не очень, то просто проходим мимо и ничего не делаем. Тут ситуация не вписывается ни в один из этих вариантов, потому что вот это — хлам, но рассказать о нем надо. Колбор был явно придуман после выпуска Амарана Фатапучер. Но если Амарана — это и по концепции, и по реализации продуманный хороший бюджетный свет, то CL100 — это какое-то недоразумение и не очень понятная мне по сочетанию характеристик история. В первую очередь, качество изготовления тут кричаще дешевое. Знаете, вот бывает пластик, а бывает пластик. Так вот тут все из этого пластика. При этом предполагается, что моноблок вы будете таскать с собой на выездные съемки. Тут и сумка, и возможность запитать все это от V-mount аккумулятора. Адаптеры нужно покупать отдельно, но цена всего 20 долларов. Но, по-моему, нет смысла так экономить на свете для выезда, ведь за аккумулятор придется заплатить кучу денег. Цена, да и вес V-mount сравнимы с ценой и весом самого вот этого света. Не потому что это какая-то аккумуляторная мафия, которая навариться на вас хочет и для убедительности кирпичи внутрь подкладывает. Просто V-mount реально огромные по емкости, а постоянный свет он очень прожорливый. Например, от 170-ваттного V-mount этот свет будет работать меньше двух часов. А ваш смартфон от него же работал бы дней 15. Естественно, что такая батарея и весит, и стоит просто дофига. И спаривать ее с таким бюджетным светом – затея странная, как по мне. Мне кажется, что в режиме мобильных съемок, если вы обращаетесь с техникой чуть грубее, чем с новым кредитным айфоном, срок жизни этого моноблока – несколько месяцев максимум. Недавний Ambitful с похожей концепцией был намного прочнее. Единственная добротная часть корпуса, сделанная из жесткого металла – это наклонный механизм. И вот это совершенно зря. Принцип его работы такой, что это только вредит. Крепеж при затягивании должен зажимать вращающуюся ножку, но из-за этой жесткости делает это недостаточно сильно. Свет просто не держит тяжелые софтбоксы. Производитель прислал на замену другое крепление, но и с ним ситуация повторяется. Проблема тут не в этом креплении, а в самой конструкции. Блин, они даже боуэнс-маунт умудрились запороть. В него половина софтбоксов влезает, только если хорошенько надавить. Ну, короче, по харду тут все очень плохо. А вот в плане качества выдаваемого света все в целом нормально. Диоды все производители берут с рынка, девайсы в одной цветовой категории принципиально отличаться сегодня не будут. А вот по мощности получилось просто неинтересно. Заявленное потребление 100 Вт – это у всего прибора, а не диода. Так тут еще и бекалор. То есть в итоге свет светит примерно как годок с SL60V. Для выезда этого очень мало. Так что свет все же для помещений, студий, где вы контролируете естественный свет. Но раз так, какого фига у вас такой шумный кулер? Стоит прибору чуть нагреться, и все, вертолет пошел на взлет. Хотя, может быть, дело в том, что в нашей копии система охлаждения нормально не работает. Режим работы кулера тут, по идее, должен настраиваться. Стандартно стоит умный, то есть приборчик сам выбирает скорость вращения, и как только нагрелся, крутится сильнее и шуметь начинает больше. Также должен быть тихий режим. В нем кулер или замедляется, или вообще выключается, но ограничивается мощность света. Точно я не знаю, потому что у нас в этом режиме он, наоборот, начинает шуметь больше. Третий режим – это Full, в нем кулер всегда крутится на максимальной скорости. Еще должен быть турбо, в котором свет на небольшой период времени начинает светить ярче. У нас тихий режим работает как Full, Full ничего не дает и включается кнопкой Turbo, а самого Turbo вообще нет. Кто пропустил это недоразумение через контроль качества, был ли этот контроль качества для меня лично загадка. Еще тут есть эффекты. Их шесть. Свеча, огонь, пульсация, сломанная лампа, вспышка и молния. Зачем-то приборчик ограничивает вас в том, какую цветовую температуру можно выбрать. Если свеча, то только 2700-3000, а если молния, то 6500. Понятно, что это правильная цветовая температура, но зачем нас жестко ограничивать. Короче, какой-то комок из странных решений и откровенных косяков. Что-то можно было бы им простить, как новичкам, ведь CL100 – это первый свет под маркой Cold War. Но бренд новый, а люди-то старые. Это те же ребята, что делают микрофоны синка. Их легко узнать по скопированному у других дизайну и очень агрессивному YouTube-маркетингу. Эти микрофоны, а теперь этот свет, прислали каждому ютуберу, у которого чуть больше 10 живых подписчиков. Обзор сделать пообещал, ругать не хочется, ну, чтобы потом барахла не прекратился. И вот вам десятки позитивных отзывов про этот свет, хотя реально это откровенный хлам. Именно поэтому тут мы, вопреки обычной практике, обзор все же решили сделать. Конечно, если вы раньше снимали на свет из строительного магазина с надетым на него пакетом, то Cold War может показаться нормальным вариантом. Но на деле практически любой 60-100-ваттный свет будет намного интереснее. И не стоит верить людям, которые нахваливают вам этот девайс только потому, что им его прислали бесплатно.